Так, всем привет! И поскольку на одном из форумов и общения мы с вами начали разговаривать по поводу катушки вот этой замечательной морду свою не показываю, неважно нам важен процесс вот я сейчас собирался перемотать вот этот вот бифиляр вот он, намотан правильно значит так, ребятки ситуация какая, следующая для того, чтобы мы понимали суть процесса этой всей фигни то есть я уже как бы в беседе конференции рассказывал но, видно не до всех дошло но ничего, это понятное дело то есть сейчас все как бы на таком легком шоке, так сказать в взводе, да, поэтому может быть не для всех понятно, значит отмотал я отсюда всю эту шинку шинкой не получилось, я сейчас покажу какой шинкой я мотал так, блин у меня тут немножко разгром получился ну что, ой, так могу достать эту проволоку ну да и ладно то есть как бы ладно, все, все-таки достал вот она шинка, да, то есть она тоненькая вот такая вот хорошая но как-то не получилось с ней нормально работать но я думаю, что я к ней еще вернусь мне надо просто поэкспериментировать с этим качером поэтому вот с этой стороны пока у меня все разобрано, да, то есть вся система все, что я хотел, так сказать, сделать да, то есть ну да ладно так, большое спасибо всем, кто откликнулся на мою просьбу с креплениями для этой трубы это обычная 50-я труба вот намотана граната значит проводом коричневым обычным, да вот если посмотреть все эти провода их просто засуну я собрался катушку мотать ну ладно сейчас объясню немножко значит по поводу гранаты этой, да мотается она, берется на обычная 50-я труба сейчас покажу какая я взял есть, конечно, электрические, да то есть они длинные такие их надо отпиливать я взял вот такую канализационную вот такая вот фигня у нас продается я думаю, что она у многих продается, да вот, значит ну, вот она, да значит отпиливаем здесь значит расстояние между тут и тут у меня получилось где-то 21-22 сантиметра это вот сама катушка, да верхний не смотрите это индуктор индуктор потом значит здесь вот вся катушка вся намотка вот этой вот коричневой проволоки здесь получилось 21 сантиметр то есть мы мотаем в одну сторону возвращаемся в другую затем резко возвращаемся мотаем первый слой и мотаем второй так, вот у меня где-то кстати валялась катушка сейчас вот она вот она это то, что у меня работало на наносекундном генераторе вот он, кстати она не размотана вот какая она есть такая есть вот эта катушка работала на наносекунднике вот отрезанный кабель до сих пор, да и вот тоже коричневый провод это у нас выход отсюда это у нас идет если посмотреть в дальнюю эту самую трубу так, вот при вас ее сейчас в общем-то разматываю да вы понимали как тут что, где, почему на, то есть это мусор так, разматываем я сейчас покажу так, ну этот кусок кабеля он тут шел это вот то, что у меня получилось тогда согласовать отрезано просто уже все это то, что было тогда под трубой вот она катушка катушка прекрасно намотана она рабочая в принципе я ее специально для вас хочу разбомбить вот сейчас да, чтобы потому что в принципе я ее использовать не собирался дальше сейчас вот изоленту откручу кстати, вот здесь вот это в месте грелось потому что сперва был индуктор очень трудно отмотать значит хочу просто показать как тут в принципе она была намотана чтобы видно было да так, момент надо как бы так вот она разбирается все очень просто ничего сложного здесь не наблюдается так ну вот это вот моя как бы установка которую я расколотил да на наносекундном генераторе где-то кстати сам а наносекундник я подарил тут парень приезжал Кирилл да то есть я ему отдал его на запчасти просто как экспонат так так сейчас я размотаю чтобы вы видели чтобы изолента не мешала то есть все фигня я вам покажу как она выглядит и чем почему и почему вы понимали процесс значит сейчас будут вопросы задавать те кто подписчики моего видео спрашивать что почему это самое то есть почему готовые установки не показывают значит вожусь с тем же с чем и возятся все настраиваю частоты ну это произойдет в ближайший момент я говорю неделю очень была сложная есть и другие рабочие моменты которые нужно делать и поэтому все быстро не получается сейчас отмотаю изоленту пока буду рассказывать что творить и как творить и почему творить значит вот на этой схеме немножко неправильно нарисовано да но мы не будем на это обращать внимание многие как бы понимают это по разному я сейчас отмотаю катушку для того чтобы вы скажем так не заморачивались а понимали суть процесса намотки этой катушки чтобы было легко намотать и не заморачиваться да то есть на мелочах которые в общем-то ну я сам раньше не знал как это мотается конечно узнал опыт уже имеется какой-то так ну вот вот она катушка все легко да то есть первый слой первый слой вот он да то есть стрелков стоит ну поскольку это первые катушки мотали мы их очень аккуратно здесь если посмотреть здесь два слоя то есть мотаете сперва мотаете 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 возвращаетесь то есть ну возвращаетесь опять назад то есть домотали до конца и пошли обратно да в ту же сторону то есть чтобы никаких этих самых обратных связей двух этих нету дальше второй слой пришел сюда то есть вы намотали туда вернулись сюда вот он вернулся слой вот он вот она да вот это место оно просто приклеилось поэтому оно сейчас хорошо держится его чуть подергать оно размотается все вот возвращаемся ровно половину отмеряем берем линейку где-то линейка была в моем бардаке тут сейчас с линейкой будет достаточно трудно найти значит я просто рассказываю как катушку намотать потому что многие эту катушку намотать вечно не могут так вот она линейка значит так что-то у меня линейка какая-то маловато ее по-моему будет ну да ладно черт с ней сам факт да то есть отмеряем вот половина 10 сантиметров да то есть вот он 10 ну чуть с хвостиком вот то есть возвращаемся половина мотаем первый слой то есть вот этой мотаем до конца вот он первый слой да вот этот вот это уже после вот отсюда вернулись вот вернулись да вот вернулись вот отсюда то есть с первого слоя мотаем со второго точнее слоя мотаем третий слой то есть отступление 10 где-то с половиной сантиметров мотаем второй слой в другую сторону обратите внимание это пришла это уходит в другую сторону начинаем фигарим в другую сторону до конца возвращаемся мотаем то есть ну возвращаемся именно мотаем еще раз второй слой так же как здесь точно так же как вот это место так же и здесь только в другую сторону получилась половина такая да и дальше значит что мы делаем когда пришла эта фигня вот она пришла да вот она о желательно чтобы все вот эти вот перекосы они были рядышком ну можно не очень рядышком можно чуть здесь сдвинуть да то есть у капы они здесь сдвигаются немного там ну можете и так значит так что происходит пришла эта хрень да то есть пришел провод мотаем дальше да то есть вот он отступаем еще половину так сейчас вот аппарат улетит вместе с подставкой так сейчас я его немножко получше расположу так значит так значит отступаем здесь ровно половину вот отмеряем да здесь сколько у нас получается 5 сантиметров то есть здесь 10 с половиной здесь 5 да ну 5 с половиной где-то 5 должно быть да 5 сантиметров отмеряем возвращаемся назад и опять мотаем в ту сторону туда же мотаем тоже два слоя и возвращаемся и вот когда вот это уже вот в этой катушке она здесь вернется видите да вот она вернулась это уже и есть провод выхода вот она вот она вот и все то есть здесь получаете вот на выходе вот такую стоять так теперь все спрашивают что же показывает эта катушка когда ее подключить значит уберем пока в сторону что она показывает когда мы ее подключим к мультиметру например померить ее индуктивность сейчас покажу что она показывает у нас такс включаем 2 генрия да то есть ну поставим 2 мили генрия 20 мили генрии и воткнем эту катушку прямо вот обоими концами вот сюда и замерим сейчас немножко передвину сюда включу освещение не знаю видно вот так видно наверное будет да так включаем катушку обоими концами вот понеслась нечистая так руки убираем железяки вокруг тоже убираем магнитные всякие вот пожалуйста ее индуктивность тут наверное что-то отходит зараза такая да тут концы отваливаются в общем она опуститься должна довольно хорошо сильно опуститься да ну сейчас будет 21 где-то 24 потом она чуть меньше еще будет вот пожалуйста вот она вот ее индуктивность я извиняюсь конечно тут контакт плохой по-моему просто отваливается да вот она ее индуктивность видите да то есть она будет снижаться да через какое-то время она до 21 упадет вот она индуктивность этой катушки да в принципе это важно и в то же время то есть просто вам надо правильно все намотать да то есть в принципе сложности никакой намотки этой катушки нету эта катушка работала у нее 500 ватт мощности было я думаю что с нее можно получить каких 3 киловатта да просто мне немножко не понравилось как мы ее намотали тогда вот эта вот хрень торчит здесь да то есть ее надо было отпилить а тут что-то не знаю мой коллега когда я его попросил намотать он пожалел кусок трубы вот ну да ладно так вот я сам мотал вот эту катушку я сам мотал значит расскажу немножко по этой катушке еще раз да вот индуктор это индуктор про длина провода всего вот этого коричневого от конца до конца вот эти с этими включая да это 37 с половиной метров да мы сейчас открываем карикулятор для тех кто вот ну я думаю что там кое кому мы сбрасывали уже этот самый расчеты да то есть индуктивности так 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 сейчас вот мы откроем колебательный контур расширенный расчет и вот сейчас я вам покажу значит чтобы вы понимали так видно не видно так ну вот частота да то есть ввести частота период длина волны длина волны и длина четверть волны длина волны длина волны у нас равна длине волны длине провода значит что мы делаем провод у нас 37 с половиной вот и пожалуйста значит четверть Длина волны у нас сколько получается Так 8 мегагерц Бред какой-то Заполучил я Так, сори, момент Длина волны, четверть волны Короче так Четверть волны у нас Это получается 37,5 37,5 Длина волны у нас 150 метров Получается период Т05 2 мегагерца Вот она Значит эта картинка, вот 2 мегагерца Значит вот что у нас получается То есть эта катушка у нас Конкретно эта катушка 2 мегагерца Вот эта катушка у нас 2 мегагерца То есть это ее Резонансная частота волновая То есть 2 мегагерца Четверть волновая катушка Четверть волновая так называемая антенна Что дальше Если 37,5 Возьмем Это у нас длина всего провода Который там То индуктор у нас должен быть тоже кратный Мы берем 37,5 Делим на 2 На одну вторую Получаем 18,75 Вот тут катушка В этом месте должна быть намотана 18,75 Никакая другая Я исхожу из расчетов самой катушки Но опять же Чтобы эту катушку начать мотать Естественно нам понадобится Разговор про то Какая будет у нас Высоковольтная Тесла Тесла как таковая Она вот здесь мотается с этой стороны Я ее размотал Сейчас буду перематывать Здесь надо намотать такую Теслу Которая будет давать Два мегагерца Но Два мегагерца Она должна нам дать На антенне Здесь вот Где будет стоять антенна Да Это очень обязательно Антенна Два пальца Между Вот этим индуктором И антенной Должны быть обязательно То есть ямкостная связь антенны Вокруг этого всего Должна быть Чем меньше Тем лучше Облучать будет Антенна Уже этим Высокочастотным Высоковольтным полем Уже это все дело Без индуктивной связи Индуктивная связь Чем меньше Тем лучше Но Опять же говорю Не перебарчивайте Ну где то полтора Два пальца Вот так Должна быть Да То есть приблизительно Намотка Верхней антенны Что мы делаем Мы всасываем Энергию Со среды В это место Где она будет Сходиться Вместе с Энергией Которая уже здесь Будет в индукторе Здесь будет Токовая Нагрузка Да То есть ток будет Вы что делаете Вы просто Соединяете Ток и напряжение Напряжение будет От Теслы Оно будет со среды Его будет делать Тесла А ток Вы получите Уже Уже с вашей накачки Таким образом Система сама Соединится Все И на выходе Мы получим Нормальное напряжение Но напряжение Будет Тоже невысоким Да То есть напряжение Мы получим Там Где то Ну 200 вольт Которые Тоже не будут Не будет Опоры Ничего Что надо сделать Дело в том Что нам надо Пропустить Энергию Через Всю Бифилярную катушку От Так называемого Нашего С вами Вот этого устройства То есть 26 виточков Или 28 Как у кого получается У меня 28 Вот это напряжение Мы пропускаем Через Вот эту катушку Что происходит Дальше Когда мы Пропускаем Мы Добавляем Напряжение И в то же время На выходе Будет стоять Конденсатор Который будет Накапливать Эту энергию Еще раз говорю Что То что я Рассказал Да То есть Господа То есть С группы То есть Все они Слышали Как это делается Да Как настраивается Это все Рассказал я Там Если у кого нет Моих бесед То есть С вами Там Дайте Людям послушать Так Еще По поводу Значит Что у нас Есть еще По поводу Теслы Самой Да То есть Вот этой То что здесь Мотается Еще раз говорю Так получится Что Вы Все это Дело Соедините Подключите Настроите Загорится у вас На выходе Лампочка Там как я и говорил Что настройка Должна быть четкой Да Все окей Подключите землю Бац Лампочка потухла Потому что Вы как бы Якобы Удлинили здесь Провод Нифига Дело в том Что здесь Уже есть Нагрузка Соответственно Нагрузка Волновая Естественно Земля Тоже Каким то образом Удлинит катушку Это само собой Да То есть Это произойдет Вам надо что Вам надо готовиться К тому Что Если земля Удлинит катушку Естественно Все поползет И вам надо будет Не совсем Так Как многие считают Прибавить То есть Этот кусок Земли То есть Провода Кусок Плюс земля Там еще К этому Нет Вам надо будет Просто Естественно Снижать Частоту Качера Да Поэтому Здесь У акулы Стоит Феррит Который Настраивает Частоту Этого Качера И у него Даже было Домотано Несколько Витков Сюда Он Мотал Сразу Большое Количество Да Чтобы потом По чуть-чуть Сматывать Так вот Настраивайте Сразу Чтобы Частота Была Этого Этой Катушки Этого Всего 2 Мегагерца Как сделать Качер Вообще На 2 Мегагерца Да просто Все Да То есть Вам надо Исключить Емкостную Связь Между Витками Как это Сделать Мотать Проводом В изоляции Вот и все Тогда вы Меньше Сделаете Емкость Между Витками Соответственно Мощность Качера Не упадет А Частота Повысится Да Вот я Сделал Уже Такой Вот Значит Качер Да Вот она Отвязочка Этот Трансформатор Здесь Сделать Обязательно Для того Чтобы На питание Не шло Весь Хлам Который Будет У вас Вот И вот Здесь Я Конденсатор Припаивал Но в принципе Лучше найти Эмиттер Транзистора И припаять К нему Землю Да То есть И от земли Уже Плясать Все Этой Как бы Всей фигней Тогда Вам Помогло Ну Если вы Заземление Подключите Здесь Да То есть Это Все будет При настройке Схема Скоро будет Надо Немножко Потерпеть Значит Транзистор Опять же Еще раз Говорю Транзистор Использовать 2SC 52 2000 Очень Хорошо Работает Тошибовский Транзистор Крепится На Через Прокладку Значит На обычный Такой Вот радиатор Его Вполне Достаточно Он Не перегревает Ничего Вот Я Сейчас Как бы На другую Установку Как раз Тоже Собирался Сделать Там Стоит На Той Установке У меня Довольно Большой Так Чего Я хотел Еще Сказать Добавить Ко всему Этому Значит Катушку Просто Я говорю Очень Просто Намотать Я Немножко Так Разъяснил Если Кому То Непонятно Попробую Объяснить Еще раз Вот Вот Схема Второй Слой Третий Четвертый Все Здорово Вот Эти Про Витки Давайте Забудем Вообще Формулировку Витков Давайте Вот Это Забудем Чертой Матери Потому что Нету В этом В этой системе Вообще В этой системе Да То есть Что мы Собираем С вами Этот Генератор Свободной Энергии Который Атомы Все Собирают С воздуха Нету Здесь Никаких ЛЦ Резонансов Кроме Резонанса Которые Получаются Здесь Намотанный Индуктор Это ЛЦ Резонанс Да Он Настраивается В резонанс С частотой Под Под Частоту И все То есть И катушка Начинает резонить Тут Свою энергию То есть Ток Сильный Да То есть Это Индукционка Как-то Так называемая Вам Не надо Ни в коем Случае Резонанс Искать В этой Катушке Не слушайте Никого Не надо Ее Прозванивать Какими-то ЛЦ Метрами Или там Хренью Всякой Там Этими Как его Называют Спектроанализаторы Это вам Ничего Не даст Это Утопия Забудьте Про это Вообще Не надо Мотал Всегда Все Он Архитектор Один человек Правильно Заметил Он все Меряет Цифрами Здесь Та же Самая История У меня Сейчас Закончится Фотосъемка К сожалению Хочу сказать Что Значит Дерзаем Мотаем Катушку Правильно Да То есть Я говорю Еще раз Один слой Дальше Возвращаемся Мотаем Дальше Назад Потом Половину Отмеряем Мотаем Еще два Слоя То есть Тут два Слоя Тут два Тут три Раза По два Слоя Но Каждый Раз Здесь Половину Здесь Половину И Выше Тоже Половину Все Очень Просто Все До Встречи Заканчивается У меня По моему Съемка Ну Это Качер Да Это Обычный Качер Ничего Сложного Не Надо Его Ничем Тормозить Останавливать Да То есть В этой Системе Это Все Работает Вот Так Как Только Кто-то Из вас Сможет Все Так Осилить Эту Акулину Систему Дальше Я вам Расскажу Как Собрать 50 Герц И Как Собрать Что Нибудь Посерьезнее И Поинтереснее Как Вообще С Нано Импульсами Заниматься И Все Такое Пока Не Заморачивайте Себе Голову Потому Что То Что Акула Собирал В первой И во второй Установке Это Самые Простые Варианты Получить Вообще Вот этот Эффект Который Вы захотите Просто Ну Скажем Так Понаблюдать Попрыгать До потолка Порадоваться И Уже Дальше Уже Использовать Ну Модернизировать Кто-то Будет Это же Использовать Как бы Барахло Кто-то Начнет Думать О том Как Это Получить То есть Сама Суть Получения Атомной Энергии От Среды Да То есть Это все Таки Ну Это Радиация Да То есть Это Атом Работает Это Радиация Это Радиант Как его Называл Тесла Поэтому Вам Нужно В данном В данном Этапе Просто Включить Как бы Как говорится Голову И уже Действовать Дальше Безусловно Здесь Работают Импульсы Здесь Работают Ударные Токи Там Даже Пачка Импульсов Все это Хорошо И все Это Окей Опять же Говорю Получение Энергии Со среды Имеет Кучу Схем И надо Просто Ну Как говорится Включить Разум Как это Сделать Просто Понимать Откуда Энергия А энергия Она Это Все эти Электроны Ионы Которые Вокруг Нас Их Много Это Их Природа Да То есть Электричество И Сама Природа По себе Создает Нам Это Все Да То есть Только Бери Не хочу К сожалению Мы вынуждены Пользоваться Немножко Другими Природными Ресурсами Которые Заканчиваются А Этой Энергии У нас Вокруг Очень Много Поэтому Чтобы Ее Снять Надо Просто Знать Что С чем Сложить Что И Как И Правильность Намотки Да То есть Про Намотку Мы Поговорили Скоро Будем Рассказывать Порядок Настройки Так Что Дерзайте И До Встречи Я Руслан Написал Сейчас У меня Не высвечу Я его найти Не могу Знаете Федал Звонок Хватит Все Он Виден Здесь Что У вас Тут Такой За балаган Алло Алло Руслан Появился Слава Богу Здравствуйте Привет Так Ну Что Тут У нас Это Самое То есть Мы Тут Все Копаемся В одном И Не Можем Никак Вырулить Я Что Спросил По Поводу Этого Стримера То Что Получается У нас Катушки То есть Тесла Так Называем Мы Все Время Думаем Что Это Какая Трансформация Генерация И тому Подобное То есть Надо Немножко Чуть Спуститься С небес И Подумать О том Что Что Происходит Длинная катушка И внизу Индуктор То есть Который Тоже Располагал Тесла Чем дальше Тем лучше Он это Просил Всегда Сделать Так Вот Происходит Торможение Среды То есть Ионизация Воздуха То есть И Естественно Импульсы Которые Сильно Идут Они Как раз И возбуждают Вот эти Все Атомы Которые Вокруг И Создают Эту Энергию Теперь Вопрос Как Ее Слить Да На Снятие Вообще Как таковую Потому что Ну то есть Она Довольно Сильная Вот тот Живасмус Если Посмотреть Видео Там Эти все Которые Там Он Выкладывал Тут Последние Видео Он выкладывал Один Ночью Там Точнее Не ночью А вечером Поздно Там уже Солнце Зашло Ничего Не видно Я думаю Что вы Видели Там Насральники Уже Выложили Там Его Эти Видео И Второе Где он Уже Там На траве Все Это Дело Экспериментировал Все Ищет Там Как Его Это Самое Поймать Да То есть На Каких-то Аккумуляторах И тому Подобное Никто Не может Объяснить Откуда Вообще Эффект Что Такое Происходит Ну Это Атом В принципе Это Атом Атомы Имеются Везде То есть Практически Во всем И Сама По себе Природа Электричества Это Природное Явление Оно Не Скажем Так Его Не человек Создал Это Природа Делает И Соответственно Все Электроны Ионы Протоны Все Это Как Горется Все Это Сборище Оно Лучше Себя Наверное Все Таки Чувствует В природе А не В розетке В нашей Где мы Искусственно Вырабатываем Электричество И получаем Из него Полезную Энергию Так сказать То что Мы Пытаемся Там Запитать Что-то Там То есть Это Сила Тока И тому Подобное Вот Что Хочу Сказать Что Вот Сейчас Разрабатываю Специально Даже Несколько Видео Уже Снял И Потихоньку Все Буду Клеить Скоро То есть Время Идет Конечно И все Медленно Движется К сожалению К многим Да То есть По той Причине Что Есть еще Другие дела Которые Надо делать И они Не требуют Отлагательств Поэтому Медленно 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 Но Стараюсь Да Да Вот Смотри Можно Вопросы Ты Начал Про Теслу Говорить Подожди Твой Генератор Работал От Нано Импульсов Помнишь Ты говорил Да Конечно Он тебя Заколебал Ну А при чем Тут Нано Импульсы Вот эти И И И Организация Среды Сейчас Разговор Идет Вот Заколебал Ты Она Работала При Нано Импульсе Давай Откажемся Немножко От Качеров От Теслы И Вот Рассмотрим Вот Такую Структуру Явно Намечивается Что Да Нано Импульсе Явно Намечивается Что Интерес У нас Самой Катушки Вот Я Все Рим Стараюсь У тебя Спросить Это Самое Ты Действительно Разобрался В этой Картушке Как Ты Мотаешь Сначала У тебя Была Одна Долгая Потом Ты Начал Делать Сам Вот Какой Провод Метод Наладки Вот Это Дело Сейчас Расскажу По поводу Нано Импульса Нано Импульс То же Самое Ионизация Воздуха Происходит В любом Случае Мы Просто Это Не Видим Нано Импульс Это Высоковольтный Импульс С Одним Полу Периодом То есть Практически Это Не Постоянное Непеременное Напряжение Он Просто Бомбит В этот Момент Возмущая В среде Довольно Большое Количество Электронов Ионов Да То есть Ну Там Это Как Атомарный Процесс Я Его Весь Пересказывать Сейчас Не буду Он Происходит Да В связи С этим Происходит И Скажем Так Всплеск Этого Всего Начинают Вырабатываться Электроны Которые Начинают Очень Быстро Бежать Вот И Естественно Движение Электронов И вызывает У нас Сам Электрический Ток Вот Но Значит По поводу Наноимпульса Почему Меня достал Там Своё Время Да То есть Я Повторял Схему Белкина Там КТ 926 Транзистор Задолбал Слишком Да Он Вылетал Постоянно Потому Что Ну Напряжение Снижать Питание Снижать На нём Нельзя Было Да То есть Это Очень Сказывалось На импульс То есть Там Нельзя Было Настроить Толком Чётко Да Вот А Повышать Напряжение До 150 Вольт Это Было Глупо То есть Там Было Где-то 135 Вольт Я Держал Практически На Руку На Пульсе Да То есть Вообще Держал Его Практически В таком Режиме Когда Он Просто На Ясно Вам Интересно Катушка Моталась Ну Смотрите То есть Если Не брать Этот Самый Во внимание Тот Кабель Который Там Намотан То есть Сама Катушка По себе Да То есть Я Сразу Говорю Берёте Трубой Кусок Это Где-то Приблизительно 21 Сантиметр Да Пятидесятка Там 50 Миллиметров У неё Этот Диаметр Вот Значит Берёте Проволоку Провод Точнее Да То есть Обычный Бескислородная Медь Желательно Да То есть Найдите Я думаю Что продажи Должны быть У нас В Латвии Тут есть Специальный Магазин Они Всё Бескислородной Медью Торгуют Вот Ну В частности Кстати Бескислородная Медь Должна Использоваться В проводах Которые Мы Используем Для квартиры Там В проводке Да То есть Медные Провода Бескислородная Медь Должна Быть Если Конечно Не схалявят Я не знаю Как в России Конечно Сейчас С этим Делом Но У нас Точно За этим Строго Следят Потому Что Она Окисляться Начнёт Если Там Будет Присутствовать Какие-то Там Неправильные Сплавы Вот Бескислородная Медь Не окисляется Она Это Самое Берёте В общем Этот провод 21 Где-то Сантиметр У меня Трубка Да То Это Место Куда Наматываться Будет Всё И Вот Мотаете Значит Не важно В какую Сторону Мотать Начинать Да То Важно Соблюдать Правила Такие Да То Все По Порядку Значит Берёте Вот Эту Гранату Капанадзовскую Да Почему Он Её Так Сделал Сейчас Немножко Так Поясню Дело В том Что Там Выделяется Только Пиковые Уровни Да То И Очень Низкая Практически Равна Нулю Это Индуктивность Да Она Там Ну Какая Это Будет Но Она Очень Маленькая То Есть Там Из-за Этой Гранаты Она Друг Друга Не Компенсируется Потому Что Не Наматывается Друг На Друг В Другую Сторон Поэтому Такая Фигня Но Это Это И Не Важно Главное Чтобы Там Она Максимально Низкая Была Да То То Я Так Наизусть Не Помню Но Маленькая Очень Маленькая Индуктивность В общем Мотаете В одну Сторону 21 Сантиметр То То Начинаете Мотаете Виток К витку В одну Сторону Затем Возвращаетесь Мотаете В другую До Конца Да То То Катушку Дальше Значит Берете Линейку И Отмеряете Ровно Половину Чего Вы Намотали Да Берете Резко Заворачиваете Значит От Конца Провод Тянете Его До Середины Вот Именно До Середины Отмеряете До Середины Дотягиваете И Начинаете Намотку В другую Сторону Уже Не в ту Которую Мотали А именно В другую В противоположную Мотаете Тоже Два Слоя Да То То Есть Два Слоя Намотали Там Получилась Та же Самая История Что Первый Слой Да Только Два Слоя Тех Ж Одинаково Мотаете В другую Сторону Дальше Что Еще Раз Отмеряете Середину И Мотаете Третью Получается Вторая Граната Да Ну Третья Это Самая Бумбочка Она Становится Маленькой То есть Половина Той Которую Мотали Второй Да И тоже Два Слоя Вот Затем Резко Уже Последний Когда Намотали Все Вот Эти Два Слоя Последний Возвращаетесь Назад Этим Проводом И Уходите Через Трубу Он Идет К Первоначальному Так Сказать Началу Катушки Да То есть К началу Катушки Идет И вот У вас Два Конца Вот Такая Граната У вас Получается Вот Это Самый Лучший Способ Запустить Эту Систему Потому Что Эта Катушка Идеально Работает В принципе Это Все То же Самое Что На схеме Приводится Ну Там Приводится Да То есть Там Немножко Запутано Да То есть Я просто Рассказываю Словами Как я Мотаю Они У меня Все Работают Я Получил Да Мы Тут Голову Ломали Отмеряли Длину Провода Вымеряли Ровно Его Середину И Мотали Получается У тебя Гораздо Проще Ты Просто Мотаешь И Линейкой Потом Меряешь И Все И Не Важно Совершенно Верно Совершенно Верно Не Надо Ничего Отмерять Ребят Это Ситуация Такая То есть В Этой Технологии Знаете Что Используется Понятие Которое Может Быть Глупо Ну Такого Понятия Практически В Теории Нет Ну Поскольку Мы Будем Разговаривать Понятным Языком То Это Волновой Резонанс То Вы Берете Вы Меряете Например Я Сейчас Расскажу Немножко Порядок Настройки Всей Этой Системы Да То Вкратце Так Будет Довольно Трудно Все Это Надо Рисовать Но Постараюсь То Так Это Самое Быстренько Все Это Вам Описать Значит Смотрите Самое Важное Два Споляной Квадрата Провод Мы Помним Что Длина Волны Равна Длина Провода Коэффициент Укорочения Здесь И там Намотки И тому Подобное Здесь Не играют Роли Вообще Да Мы Что Делаем Мы Делаем Передатчик Это На сегодняшний Момент Тесла Которая Кальчером Бомбит И Возбуждает Среду Электроны Ионы Протоны И тому Подобное Все Это Летает Воздухе И Мы Приемником Вот Этой Катушкой Снимаем Это Все Что Происходит Значит Что Мы Снимаем Чтобы Это Максимальная Антенна С коэффициентом Максимальное Усиление Была Надо Знать Значит Пропорции Такового Такового Рода То 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 Катушка Мотается Вот У Меня Конкретно У Меня Моталось 37 С Тридцать Семь С Половиной Метров Торчат Провода Это Тоже В принципе Считается Все Дальше Вы Удлинять Там Будете Укорачивать Желательно Не Больше Чем На Сантиметров Двадцать Удлинять Это Чтобы Не Съезжать С Того Резонанса Потому Что Мы Учитываем То Что Катушка Практически Бифиляр И Это Означает Что У Нее Нет Индуктивности Практически Нет Она Будет Там Небольшая Но Это Просто Фигня Да То То Это Не Является И Там Посередине Будет Пик Да То То Пик Где Она Будет Входить В Резонанс То То Из-за Того Что Она Практически Бифиляр Можем Так Назвать У Нее Будет Место Где Вот У Волна У нее Естественно Там Ну То 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 Мы Выловить Пучности Все остальные Мы Не Можем Получается Ситуация Такая Надо Рассчитывать По Длине Волны То 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 Тридцать Семь С Половиной Метров Это Четверть Волны Нашего Высоковольтного Генератора То 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 Там Четыре С лишним Мегагерц У нее Получается Или Даже До Пяти Нам Надо Получить Значит Четверть Волны Четверть Волны У нас Там Даже Никакие Четыре Там Даже Больше Получается Нам Надо Четверть Волны Получить Это Два Мегагерца Да Вот На Этой Частоте Должен Работать У нас Нано Импульс Катчер И Все Что Ну С Мощности Большой Не Получилось Там Надо Потом Будет Это Изучать Вот С Катчером Попроще Немножко Да То То Он Это Может Обеспечить Главное Чтобы 2 Мегагерца Катчер Надо Получить Но Вокруг Облуч Облуч Катуш То Если Облуч Идет Там Через Скажем Так Если Облуч Не Просто На Любой Частоте На Какой-то Там Левой То Мы Не Получаем Этих Этой Волны Вот Пучности Эти Которые Должны Застрять В Этой Катушке И Заполнение Вот Эти Которые Пойдут Там Мы Их Не Получим Если Не Будет Точно Четко Настроена Частота Вот Это Самое Главное Вот Руслан Вообще Такой Вопросик Это Дмитрий Да Да По Поводу Как раз Этих Частот Вот Смотри Там У Катушки У Эта Бифляр У Своя Частота Звона Будет Ну Так Скажем 1.6 Мегагерца А У Индуктора У Индуктора Так В 4 Раз Меньше У Соответственно Будет Четыре Раз Больше Частота Сейчас Объясню Сейчас Объясню Забудьте Про звон Про весь Этот Весь Да И Все Тут В данном Случае Волновой Резонанс То есть Нету Такого Понятия Но Будем Говорить Давайте Придумаем Это Понятие Да И Будем Говорить Чтобы Понятно Было Что Мы Делаем Значит Так Длина Провода 37.5 Минометров Это Четверть Волны Да Четверть Волновый Четверть Волновый Резонатор Да То есть Он Резонирует То есть Получается Так Что Вот Эти 2 Мегагерца Четверть Волны Это Надо На него Наводить Чтобы Эта Катушка Была В резонансе Волновом То есть Она Максимально Отдавала От себя Могла Работать Максимально То есть Возникают Волны Внутри Этой Катушки Которые Мы Будем С Вами Заполнять Да Дальше Рассказываю Значит Индуктор Который Сверху Мотается Так Называемая Индукционная Печка Да То есть Ее Там Это Сам Это Токовый Токовый Трансформатор Обычно Его Мотают Половина Волны То есть Половина Длины Катушки Намотанной То есть Если 37,5 Сантиметров Метров Точнее Провода Да Делим Просто на Два И мотаем Индуктор Да Индуктор Мотается Тоже Интересно Да То есть Мотается Он В принципе В другую Сторону Да То есть Противоположную Этой Самой Но Можно И в ту же Сторон Намотать Это Не важно То есть Фазировка Здесь Не важна Абсолютно Да То есть Там Уже Просто Будете Смотреть Как Перевернуть Провода Фазировка Будет Важна На Съемной Катушке Через Которую Будете Пропускать Энергию Вот Значит Что Происходит Надо Намотать Первый Слой Затем Резко Вернуться И в ту же Сторону Намотать Другой Слой Не Бифиляр Это Ну То есть Это Такой Весьма Интересный Бифиляр Но Он Мотается Все Продолжением Просто Посередине Будет Провод Вот Да То есть Загогулино Это Будет Ну То есть Сверху Да Он Сверху Кладется И дальше Мотается Обратно Да То есть Не Не Меняя Направление Это Индуктор Да То есть Дальше Что Происходит Конденсатором Подбираете Резонанс Но Опять же Смотрите Вот Значит 37,5 метров Волна 2 Мегагерца Да Это Качер Значит Мы Немножко Далеко Забежали Ну Ладно Значит Следующая Следующий Этап Вот Эта Вот Индукционка Которую Мы Сделали Значит Частота Ее Не Может Превышать Сотую Гармонику То есть 20 Мегагерц Фу Килогерц Боже Мой 20 Килогерц Должна Быть Накачка Да Тогда Получается Фронты Совпадают По Сотой Гармонике С Гармониками Работы Двухмегагерц Этой Самой Качера Да То есть Который Будет Облучать В этом Случае Вы сможете Все это То есть Не будет Бороды Которая Там Возникает Из-за Того Что Там Холодное Электричество Вместе С Нашим Современным Да То есть И Там В общем На Стелограмме Полный Бред Показывается Да Плюс Эти Пики Вылезают Это Как раз Ругается Катушка Бифиляр Съемная На Которую Вы Это Самое То есть Она Показывает Эти Пики Где Должны Быть Пучности И Где В принципе Должна Собраться Самая Главная Частота 2 Мегагерца Которая Получилась У нас При Расчетах Так Вот Что еще Надо Сделать Порядок Настройки Вся Этой Системы В первую Очередь Мы Делаем Значит Эту Съемную Катушку Мотаем Этот Индуктор Но Сперва Лучше Его Не Мотать Сперва Вообще Проверить Как Что Работает Значит Мотаем Толстый Толстым Проводом И Желательно Вообще То есть Я Вот Сейчас Катер Намотал Этой Самой Шиной Шина Мне Не Понравилась Слишком Маленькая Мощность И С шиной Там Проблемы Я Взял Намотал 0 75 Этот Самый Провод Взял В изоляции Изоляции С изоляцией Намотал Качем Количество Витков Там Не имеет Значения То есть Имеет Значение То на Какой Частоте Это Работает То есть Нам Надо Отматывать Или Доматывать Это Уже Тесла Тесла Вообще Весь Этот Процесс Задает Да Все Остальное Мы Должны Подстраивать Под Теслу Поэтому Как Сделано У Акулы У Акулы Работает Качер Обыкновенный Качер Ничего Там Сверхъестественного Нет Качер Не Тормозится Ничем Он Просто Тупо Работает Он Дает Пачки Импульса Как Добиться Того Чтоб Он Это Делал Да То есть Это Тут Надо Повозиться Мотаете Значит Либо Обычным Проводом Но Тогда Вам Надо Сделать Так Чтобы Емкость Катушки Теслы Не Позволяла То есть Ну Межвитковая Емкость Вот Это Да То есть Лучше Мотать Совместно Там Взять Леску И Мотать Потом Сматывать Леску Да То есть Ну Это Неудобно Можно Там Все Разъехаться Но Надо Постараться Чтобы Емкость Сократить Чтобы Можно Было Поднять Частоту И Не Потерять Мощность Качера Да То есть Потому Что Мощность Тут Будет Тоже Важна Чем Больше Вы Киловольт Раскачаете Качер Тем Больше Мощности Вы Получите На выходе Вообще Все Установки Это Самое Главное Вот Ситуация Дальше Значит Мотаем Качер Добиваемся Что Он Дает Там То Не Просто Пустой Качер Где Фитон Появилась Там На Конце Да То Есть Он 2 Мегагерца Подключите Антенну Сразу Уползет Частота Вниз Чертва Мать Там Все Убежит И Все И Начинается Геморрой Вот Тут Все Попадаются Начинают Подключив Антенну Начинают Бомбить Как Оно Есть Акула Как Раз На Видео На Порядки Настройки Как Раз Там Путал Мозг В этом Случае Специально Чтобы Никто Не попал Куда Надо Рассказываю Значит Ну То Что Я Наблюдал То Я Вам Рассказываю Сейчас То Что Я Выяснил Как Оно Работает У Меня Она Заработала Я Ее Тут Сейчас Марафет Вожу Тут Вкручиваю Как Надо Все Клею Чтобы Вообще Было Красиво Все Как У него Сделано Он Знал Что Делал Он Сразу Собирал Потому Что Знал Он Знает Много Чего Знает Просто Не Разбирается В Элементной Базе Много Чего Там Не Может Понять Вот У Нас Тут Олег Сидит Олег Высокого Класса Инженер Он Там Много Чего Знает По Поводу Как Создать Какую Плату Генератор Все Такое То Есть Вопрос Можете К Нему Задавать Он Очень Много Помогает Значит Вернемся К Настройке Значит Делаем Так Делаем Качер Чтобы Он Где То Давал Нормально То Есть Нормальный Разгон И При Этом Не Терял Мощности Делаем Эту Антенну И Делаем Вот Там Феррит Он Делал То Видели Наверное На Установке Там Феррит Такой Как бы Намотана Встречная Катушка И Там Домотка Еще Идет Несколько Витков Проводом Это Он Настраивал Чистоту Бифиляра Именно Это Он И Делал Вот С Этим Вам Придется Повозиться Будет Геморрой Но Надо Поработать Чтобы Получить Результат Надо То Болтать Мы Можем Много А Именно С Этим Делом Многие Я Тут Троим Рассказывал Как Это Делать Они Намудрили Пытались Это Самое Получить В Дальше Значит Вы Это Все Делаете Добиваетесь От Того Что Подключенная Антенна На Антенне Появляются Вот Эти Ваши Мегагерц Сколько У вас Получается Бифиляр На Выходе Бифиляра Подключаете Лампочку Извини Перебью Ты Немножко Отвлекся И У нас Как Сказать Ушло Мы Пропустили Важное Ты Сказал Когда Подключаешь Тесну К этой Системе У нее Сразу Убегает Частота И Дальше Ты Ушел К Система То Бишь Ты Говоришь Вот Здесь Надо Я Рассказываю Хорошо Скажи Мне Пожалуйста Надо Ее Добиться Чтобы Она Все Так Сошлась Частотой Да Конечно Я И Говорю Что Надо Добиться Того Чтобы На Антенне Появилась Та Частота Которая Нужна Вашему Бифиляру Которую Вы Намотали Вот Этой Катушке Волшебной Да Один Вы Должны Минус 60 100 Килогерц Вы Уходите Система Не Работает Вот Как И Начинается Билиберда Вот В чем Вообще Вообще Косяк В этой Все Системы То Что У нее Нестабильность Идет По Вот Как раз По Этим Килогерцам 100 Килогерц Уход Все Не работает Вообще Ничего Нет Ничего Не совпадает Вот Вот Как Васмос Делал Да У него Вообще То есть Этот Туннельный Резонатор Как он Называет Но Это Какой-то Хрень Какая-то Да То есть Он Придумал Просто Сам Выдумал Нет Такого Понятия Но Туннельный Резонатор Следит За Теслой И Подстраивает Уже Второй Генератор Под Эту Теслу Вот У Акулы Нет У Этого Ничего Да Он Как Б Делал Просто Все Вот Так Вот Как Оно Есть Да То Есть На Шару Если Чуть Дыхнешь Оно Поползет Это Уже Вы Потом Будете Свои Инженерные Решения Сами В этом Деле Включать Да То есть Подстройка АПЧ Делать Там Где Оно Будет Подгонять Акула Прекрасно Это Все Знает Что Это Надо Для Того Чтобы Система Работала Он Когда Демонстрировал Там Ребятам Эту Свою Установку Кто Туда Ездил Там Тигр Или Кто Там Да Он Там Подстраивал Этим Ферритом Твик Частоту Да Чтобы Попасть Скажем Так На Правильную Чтобы Система Дала Все Весь Киловат Там С лишним Сколько У него Там Лампочек Пять Штук По 230 Ват Засунут Хотя Не знаю Вот Потому Что Система Как Только Уйдет Кратность Частот Разбегается И Как Только Уходит Частота Бифиляра То 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 Тесла Начинает Облучать Не на Той Частоте Пучности Не там Возникают Ребята Вот В чем Дело Нам Надо Создать Правильные Пучности И Вот Порядок Настройки Значит Делайте Так Делайте На эту Частоту Бифиляра Все Добились Например 2 Мегагерца У вас На антенне Как Это Померить Ну Просто Щуп Остелографа Если Остелограф Частоту Показывает Рядом Касаться Не надо Рядом Не касайтесь Этой Дряни Потому Что Остелограф Прикажет Долго Жить Вообще То есть Этих Высоковольтных Импульсов Техника Боится Жутко Не надо Это делать Даже Если Хорошие Щупы Вот То есть Короче говоря Поднеся У меня есть Тестер Кстати Маленький Олег Посоветовал Я купил Маленький Тестер Который Просто Рядом Держишь Он Показывает Точно Точно Частоту Которая Идет Это Самое Потом На видео Покажу Вам Вот Значит Что Происходит Когда Вы Значит Подносите Эту Смотрите Частота Все У вас Все Получилось На выходе Этой катушки Которую Вы намотали Подключайте Лампочку Ватт В 25 Она Должна Засветиться В принципе Да Но Вопрос Где же Опорная Да Что Ей надо Ей надо Подключить Какую-то Землю Вот тут Опять Значит Следующий Этап Земля Земля У акулы Это Где-то 22 метра Кабель Да Дальше Забита Труба Там Не знаю Метров 5 В землю И он Ее там Постоянно Подбивает Там Молотком Кувалдой Загоняет Туда Потому что Там Во-первых Вода Течет Постоянно Во-вторых Труба Не рассчитана На это Она Гниет Быстро Очень Все Поэтому Он там Говорит Что Земля Быстро Разрушается Ничего Там Никаких От этого Генератора Не Поступает Там Просто Тупо Съедает Металл Окисляется Очень сильно Потому что Там Все Течет Но Все Равно Земля У него Очень Хорошая Вот Значит Вот Следующий Этап Прицепляете Земляной Конец На Тот Вывод Где Идет С последней Гранаты Он Через Трубу Проходит Через Трубу И Доходит До Конца Вот За Этот Конец Цепляете Землю Вот Эти Акулины Объяснения По поводу Как Землю Звонить Прицепляя Там Эти Источники Генератор За Один Конец За Второй Остелограф И Катушка В воздухе Висит И Это Все Там Он Находит Забудьте Про Это Вообще Это Бред Собачий Это Уводит Вас Всех В сторону Вы Там Будете Очень Долго Это Все Искать Ничего Не Найдете В итоге Это Уже Другим Заземлением Представьте Что там Проходит Через Все блоки Питания Звоны И тому Подобное Там Помех До хрена И Ничего Там Хорошего Не будет Там 50 Гц Гуляет Которые Кстати Говорят Тоже Я По поводу Земли Сейчас Немножко Отвлекусь Значит Земля Должна Быть Четкая Да Именно Земля Не щит Электрический На котором Присутствует Потенциал И Ноль Там Черт Знать Чем И Земля Не должна Быть Соединена Ни с Какими Источниками Нулями Батареями Отопительными И тому Подобное Я Почему Предостерегаю Вас Сразу На Отопительные Батареи В домах Там Многоквартирных По той Причине Что Многие Туда Цепляют Вы Не знаете Что там Сосед Прицепил Вот Я Например У себя Там На старой Квартире Знаю Что Туда Сосед Прицепить Да И Что Он Не Может Прицепить У Меня Там Такие Соседи Которые Пожилые Там Хрен Там Ну Я Просто Знаю Что В доме Радиолюбителей Нет И Что Батареи Никто Ничего Не Цепляет Поэтому Я В принципе Был Уверен И В принципе У меня Работала Система На Батарее Правда Один Прекрасный Момент Летом Где-то В конце Лета Перестала Работать Почему-то Запускаться Ну Я у Сантехников Спросил Что они Там Сделали А они Оказывается Пластмассовые Трубы Туда Сандалили Ну Я Конечно Пришел Поумничать Я говорю Вы Понимаете Что Надо Теперь Соединить Заземление Да То есть Потому Что У вас Получается Вся Централь Весь Дом Висит Просто В воздухе Вот Я Заставил Это Сделать Они Заземление Сделали В итоге Я Опять Выигрыш Да То есть Моя батарея Опять Работает Как Заземление Но Опять Мощность Там Вот Этой 200 Ватт 500 Ватт Установки Она Там Да Она Там Работает На Эту Землю Но Это Фуфло Потому Что Я Знаю Что На Батарее Там Все Равно Какой-то Электрический Звон Наводка 50 Герц Что Кстати Говоря Не Нравится Установки Потому Что Сами Понимаете Что Частоты Должны Кратно Совпадать А Когда Появляется Какая-то Дрянь В Заземлении Или Какие-то Вибрации Да То То В этом Деле То Это Мешает Не Сильно Но Оно Что-то Происходит Да То Снижает Мощность И Тому Подобное Вот Такая Вот Капризная Система Вот Что Происходит Дальше Цепляя Это Заземление Заземление Обязательно Вот Загоняете Где-нибудь Во дворе Там Или Просто Под Домом Загоняете Трубу Там Метра На Четыре Прицепляете К ней Провод И Закапываете Нафиг Это Все Вон Этим Самым Там Не Знаю В Землю Да То Как Я В принципе Это Сделал На Старой Квартире Протянул Провод Через Это Самое Через 25 метров Вот То есть Вы берете Эти 25 метров Например Ну Я К примеру Говорю То есть Надо Каждому Будет По-своему Настраивать И Эти 25 метров Подключаете К Системе То есть Вот К этому Бифиляру Да Подсоединяете И смотрите Куда Ушла Частота Да То есть При Подсоединении Вот Этой Вот Фигни Лампочка Может Загораться Ну То есть Она Уже Будет Она Загорится Но Она Может Быть Тусклой Тускло Светиться То есть Частота Может В этом Случай Понизиться Это Вы же Сами Понимаете Потому Что Земля Конечно То Этот Провод Он Тоже Будет Являться Как Катушка Как Кусок И Вот Тут В данном Случае Надо Что Сделать Надо Подстраивать Опять же Катер Да То есть Опять Доматываем Доматываем Несколько Там Виточков Да То есть Сколько Там Получается Получается По Мегагерцам В принципе Там Ну Где-то Проволоки Получается Где-то Но Метров Ну Там Просто Вот Как У Акулы Красным Видно То Что Он Доматывал Туда Да То есть Несколько Витков У нас Может Получиться Так Что Придется Доматать Еще Немного Да То есть Я Не знаю То есть Точно Ну Метров Наверное Пять Точно Придется Намотать Надо Смотреть Настраивать Это Все Требует Настроек И Вот Когда Вы Увидите Что Лампа Максимально Загорелась Ярче В этом Месте Да То есть Она Загорится В любом Случае Да То есть 25-ватовая Лампочка Может Загореться До такой Степени Что Даже Перегореть Это Значит Что Вы Четко Настроили Вот Вы Получили Эффект Да Вот Теперь Когда Вы Все Это Получили Дальше Мотается Горшок Так Называем Мы С Олегом Горшок Называем Но Это Этот Самый Значит Феррит Обычный Обычно У Феррита У Старых Телевизоров 25-75 КГц Да То есть Берете Вот Такой Феррит Можно От Монитора Даже Взять Обычного Там Это Не Обязательно Телевизор Подолбать Можно Взять Монитор Мотаете 2,5 Квадрата 28 Виточков 26-28 Это Будет Катушка Разгона Энергии То есть Напряжение Начальное Через Бифиляр И Мотаете По Там Если У вас 24-х Вольтовая Система Значит Мотаете 24 Витка То есть Плечо На 12 Делите 12 Плюс 12 Мотаете Все В одну Сторону Просто Разделяете Потом Многие Мотают Потом Пуш-пул Сгорает И Не Могут Понять Почему Потому Что В противофазе Намотали Ни В коем Случае Вот Это Я Конечно Так К слову Сказал Я Не Думаю Что Вы Глупые Такие Чтобы Такой Ерундой Сниматься Вот Значит Ну Надо Понимать Что 12 Витков Это 2 Виток 2 Вольта Да То есть Получается Значит 3 Витка Это Идет Резонансная Катушка Этого Значит Индуктора Про индуктор Я уже Говорил Да То есть Берете Мотаете Половину От Катушки Обязательно Померьте Провода Это Делает Капанадзе Это Делает Все Это Делал Тесла Да Он Использовал Стоячие Волны Вот И вам Надо Сделать Все По Волновому Так Сказать Резонансу Да Глупое Конечно Выражение Но Я Говорю Просто Для того Чтобы Понимать Что Мы Тут С Вами Творим Да 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 Ты Сейчас Последний Рассказал И у меня Мозг Заклеен Ты Сначала Рассказывал Как мы Мотаем Эту чашку А потом Обязательно Мерите Провода Я что-то Опишу Сколько Обмот Нет Хорошо Я понял Что Я переключился Быстро Хочется Все Быстро Сказать И Так Сказать Путаешься Сам Значит По Поводу Чашки Чашка Мотать Я говорю Что Там 26 28 Виточков Ну Сколько Кто Может Уместить Да То есть Много Не надо Индуктора А Индуктор Да Для индуктора Значит Три витка На горшке И Индуктор Мотается Ровно Половину То есть Одну Вторую Катушки Которую Мы Напомнили Ты меня не понял Или я не понял Смотри Берем чашку Мотаем На ней Две Обмойки Ну Можно Одну С разделением То бишь На транзисторах Кинуть И Один Обчивник На питание Следующая Обмотка Три витка Нет Нет Стоп 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 Мотаем Сперва 26 28 Виточков Да Куда Их Цеплять Это Идет Разгонная Катушка Она Называется Разгон Это Катушка Я объясню То есть Давай Ее сперва Просто Вот Намотали И оставили Пока Да Вот теперь Понятно Вот как Понятно Вот теперь Давайте Ее так Вот Оставим Ее Пока Сейчас Не касаемся Да Дальше Что делаем 12 Виточков Сверху Поверх Этой Катушки То есть Изолируем Ее Конечно Да То есть Изолентой Там Замотаем Чтобы Она Там Ну Это Самое Чтобы Там Меж Витками Это Все Не Полезло Вот Значит Так Следующее Мотаем По 12 Виточков Туда Сюда Это Пока Дальше 360 Лучше Не Брать Потому Что Ну Они Там Более Высоковольтные Да То есть И Они Не будут Как Полагается Открываться Вот Значит Драйвера Хорошие Да То есть Это Очень Важно Это Все Пуш Пул Так Теперь Значит По Поводу Катушки 26 28 Виточков Как У кого Получится Подожди Рома Руслан Да Я Остановился Сначала Мотаем 26 Изолируем Потом Мотаем Для Транзисторов 2 По 12 Изолируем И вот Дальше Ты уже Отвлекся Дальше Дальше Идет Индуктор Три Витка Три Три Витка Да Которые Идут Посередине Посмотрите Как у Акулы Там Это Красиво Сделано Там Толстым Проводом Нет Там Не Обязательно Толстым Проводом Сразу Говорю Но Можете Толстым Проводом Можете Взять 4 С Плава Квадрата Вместо 2 Плава Это Я Сразу Говорю Там У Него 2 С Плава Квадрата Везде Все Короче Нет Можно Рассказывать Вот Значит Так То есть Три Витка Вот Этих Вот Это Для Резонансной Обмотки Чтобы Ток Раскрутить В Системе Потому Что Значит Система Будет Работать У Вас На 20 Килогерц Если У Вас Получается Если У 2 Мегагерца Качер То есть От Качера То есть Вот Катушки Тесла Надо Плясать Всему Остальному Не Все Остальное Пляшет На Теслу И Тесла От него А наоборот То есть Тесла Мы ее Настраиваем Да Мы ее Это Вообще Самый Первый Момент Потому Что Именно Тесла Нам Дает Все Все Атомарные Процессы И Она Нам Дает Возможность Получения Энергии Вот Ну А дальше Очень Просто Все Да Дальше Просто Берете Делаете Пуш Пол Значит Эти 26-28 Виточков Проходим Там Вот Схема Подключения Разная Конкретно Какая У акулы Я тоже Просек Это Значит Прохождение Напряжения Через Съемную Катушку Вам Надо Подключить Провода Таким Образом Значит Этот Центральный Конец Который Мы Цепляли На землю Он Остается На земле Да А вот Тот Конец Который Выходит Из Катушки Первым С чего Мы Начали Мотать Он Через Конденсатор Подключается К этому Горшку Неважно С той Или С другой Стороны Да То есть Здесь Полярность Не имеет Фаза Не имеет Значения Потому что Катушка Практически Встречно Намотана Да То есть Мощный Конденсатор Да Конденсатор Выбирается По частоте То есть У меня Конкретно Вимовские Кондеры 0,47 Микрофарада Напряжением 700 вольт Переменного Да И 2000 Постоянного Вот То есть У них Вот такой Интересный Разброс Вот такие Конденсаторы Вам нужны Да То есть Такого Типа Подключаете Этот кондер Туда И через Него Второй Вывод Идет На Лампочку Да То есть Получается Так Что катушка Через Катушку Руслан Да Это и есть Накопительный Конденсатор Правильно Да Это и есть Накопительный Конденсатор Соответственно Да Он у вас Будет Накапливать Энергию Руслан Секунду В последней схеме Там это Накопительный Конденсатор У тебя Через Диод Да Смотрите Значит Ситуация Какая С этим Диодом Да То есть Тут Мне надо Будет рисовать Потому что Многие Из вас Не поймут Там Схема Включения Которую Я нарисовал Через два Диода Это Да Это Как бы Она Есть Так Но Немножко По-другому Сейчас Вырисовалась Система Потому что Там Я Настроил Все четко Но Плохо Работало Значит Там Полуволна Получается Да В которую Попадают Все эти Импульсы Качера И все Остальное С этой Полуволной Там Эти диоды Очень часто У меня По крайней мере Я штук Наверное Восемь Напалил Потому что Больше нагрузку Садишь Начинается То есть Это Немножко Мы Сейчас Скажем Обойдем А давай мы Это пока Остановим Потому что Это усложняет Схему Понимание Ребят Я так считаю Что давайте Сначала Мы поймем Руслан Что он говорит Основное А уж Там диоды Все такое Это уже Упрощение Как бы Схем Но она Для нас Будет Усложняться Ну Я тоже Так думаю Что Мне надо Будет Нарисовать Вам То есть И Выложить Я говорю Что я сейчас Пока Занимаюсь Для того Чтобы вам Это все Нарисовать Конкретно Сейчас Ваша Задача Которая Уйдет Куча Времени Это Сделать Нормально Ну то есть Самого Простого Начните Потом Будете Усовершенствовать Вот Делайте Акулину Установку Вот Но только Самое Главное Что Сразу Делайте Так Чтоб Она Выглядела Нормально Красиво Чтобы Все Было Там Четко Потому Что Если Что Будет Где-то Ползать Оно Работать Не Будет Вот И Не Забывайте О том Что Индуктор Да Мотающийся Над Тесле И Индуктор Точнее Антенна Мотающаяся Над Этой Самой Они Должны Иметь Расстояние Приблизительно В Полтора Раза Больше Чем Сама Труба Или Чем Сам Этот Самый Значит Размеры От Катушки Да То есть Это Не забывайте Потому Что Ну Во-первых Чтоб Не Прошило Во-вторых Чтобы Движение Электронов И Ионов Со Среды Могли Спокойно Там В этом Деле Все Нормально То есть Уменьшаться Мы Этого Не Видим Понятно В общем Расстояние Да Расстояние Эти Все То есть Надо Все Красиво Четко Укрепить На Там Не знаю На доске На чем Там Это Самое То есть Ну В конкретном Суча Доска Да То есть Обычная Деревянная То есть Фанера Там Да Которая Не будет Там При Поднятии Ее На руки Изгибаться И тому подобное Это Ни в коем Случа Не должно Допускаться Но Это Вы Понимаете Мы Люди Взрослые Вот Ну Вот Сейчас То есть Займитесь Качером Дальше Я расскажу Все Руслан Извини Давай Сейчас Вот Вкратце Первым Делом Мы Мотаем Теслу Узнаем На какой Частоте Она Резонирована Я поставил Цифру Один Потом Мы Под нее Должны Намотать Качер Ну То Что ее Будет Пинать Правильно Порядок Я спрашиваю Так 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 Мы Мотаем Сперва Бифиляр А Бифиляр Первый Бифиляр Да И вот Под него Мы Подгоняем Все остальное Хочу Сразу Сказать Многие Начинают С того Чтобы Качером Не париться Что Качер Типа Получается 1.8 Мегагерц Там И Подключение Антенны 1.6 Начинает Мотать Большое Количество Витков На Бифиляре То есть Там Под 46 Метров Беру Там Да Как Я Изначально Это делал На На Импульсах И Выше Это Моя Ошибка Была Да Я Про Свои Ошибки Тоже Рассказываю Потому Что Я Экспериментировал Когда Пытался Тоже Искал Но Я Очень Так Такими Шагами Шел То есть Наглыми Да То есть Ах Она Зараза Не Работает Пофигу Иду Туда Смотрю Почему Да То есть И Тут В данном Случае Не Увеличивайте Количество Обмотки На Бифиляре Ни В коем Случа Этого Плюс От этого Не Будет Больше Напряжения Не Будет Только Потери Понятно То есть 37,5 метров Прошла Там Ну 37,5 Это Как бы Сказать Это Вот То Что У меня Получилось Да То есть Я Разматывал Катушку Акулы Которую Он в Риге Оставил Когда Не получилось У него Нифига Он Тоже Самую Процедуру Проводил Просто Он Там На Другом Обломался Он Тогда Не Знал Много Я Вот Знаю Больше Чем Он Тогда Знал Да То есть Слушаю Да Извини Вот Ты знаешь Среди Нашего Разговора Ты Сказал Первым Делом Правильно Теслу И Прямо От нее Плясать А Сейчас Я К чему Заострил Внимание Порядок А ты Сейчас Сказал Первым Делом Виф Давай Точно Первым Делом Мы Мотаем Виф 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 Это И Есть Скажем Так В принципе Это Съемная Катушка Я Про Него И Говорю Все Понял Первым Делом Ее Надо Да То есть Вы Ее Намотали Но Только Ради Бога Я Вас Умоляю Не Берите Никакие Спектры Анализаторов Некоторые Там Подключают Спектры Анализаторы И Начинают Гонять Вы Видели Чтоб Капанадзе Подключал Какие-то Анализаторы Нет Он По 100 Киловат Установки Собирает Ему Насрать Вообще На Какие-либо Приборы У него Кроме Вольтметра Амперметра Ничего Нет Он И Пользоваться Не Умеет Этим Понимаете Это Мы Такие Умные Остелограф Освоили А он Не Знает Этого Ничего Он Мотает И Делает Все На Шар И У него Все Получается Почему Потому Что Там Все Просто Просто Мужичок Немножко Слишком Так Сказать В Небесах Летает Думает Что Никто Его Не Сделает Он Архитектор Поэтому Все На Сантиметры Переводит Во Во Вот Тут Вот Видите Вы Уже Сопоставьте Факт Включите Логику Сопоставьте Факт Если Он На Сантиметры Переводит Значит Он Меряет Размеры Этих Самых Проводов Все На Сантиметры Переводит Видите Вот Тут Он Точно Точно Меряет Провод Как Он Будет Намотан На Катушке Ему По Барабану Ему Главное Что Как Сколько Метров Потому Что Длина Волны Равна Длине Провода Вот В чем Дело Коэффициенты Укорочения Здесь Не играют Никакой Роли В нашем Случае Никакой Потому Что Там Потом Мы Уже Подстроим Это Все Это Все Мелочи Получается Мы Можем Взять И 37 Метров И 30 Просто Разгонять Именно На То Что У нас Получится Результат Совершенно Верно Просто Ситуация Какая Если Вы Возьмете 30 Метров Да То Вам Нужно Будет Тогда Высоко Поднимать Теслу Вот В этом Проблема Многих Да Они Не Могут Туда Ее Загнать А У Меня Был Тут Товарищ Один Который Гает А Нафига Качер Делать Можно Типа На Теслу Подавать Импульсы Блокинг Генератора С Другого И Типа Разогнать Тоже Импульс Это Вы Получите Но Чистота Теслы Остается Чистотой Она Никуда Не Уйдет Вот Я Тоже Делал Блокинг Генератор Импульсный И Разгонял Теслу Скажем Хорошие Импульсы Четкие Вообще Просто Фронты Просто Идеал Да То есть Красота Там У меня Фитонило Просто По Пальцам Било Там Лампочки Светились Все Нормально Да Но На выходе Все равно Показывается Частота На Которой Настроена Катушка И Там Там Не Качер Подстраивал Там Ты сам Мог Крутить То есть Периоды Периоды Шли с частотой Вообще 20 Килогерц Да То есть Они шли Да Но Все равно Катушка Намотана Провод Намотан Вот Под эту Частоту И хоть Ты наложи В штаны Все Она стоит На месте И даже Если Там Ты Эти импульсы С частотой Там Прерывание Идешь Там 20 Килогерц 30 Килогерц Хоть 100 Килогерц Насрать Она стоит На своей Частоте Понятно Тесла Тесла Дальше Прервал Привет Еще раз Да Привет Слушай Знаешь Вот Вопрос Ты замечал Эту яму Когда Ну я Настраивал Я тут и видео Ребятам Скидывал Не знаю Посмотрели Посмотрели Ну вот Я как раз Эту настройку Там Делал Эту Теслу Мне довольно Коротенькая Получилась Потому что Я ее Настраивал Как Общую Систему Там Получается У меня Вот Этот Земляной Провод Который Подсоединяется Бифу Между Антенной И Этим Ну Гранатой Образуется Емкость Во-первых Ханавли Ну и Вся Остальная Байда Вот Я ее Настроил Как раз На эту Частоту Но я столкнулся Знаешь Такой Проблемой Я Начинаю Точно Подгонять Мне там Провал И там Появляются Две Амплитуды Между Вот Именно Этой Частотой Бифа И там Прямо Образуется Ты замечал Эту яму Конечно Замечал Я и говорю Я же И рассказываю Сейчас Как раз Что Подключив Заземление Подключив Заземление Сразу Все Уползет Это да Но там Понимаешь Ты начинаешь Всю систему Общую Подгонять У Теслы Там появляется Вот у Теслы Появляются Две Амплитуды Ну Она мне Почему-то Иногда Срабатывает На 1.2 Мегагерца И на 1.6 Ну У меня Катушка Где-то На 1.43 Работает И вот Я Чуть-чуть Подмотаю Она Срабатывает Ту Который Вылазит Выше Если Домотаю Опять Вылазит Другой И не могу Поймать Понимаешь Она Старается Вот этот Катчерс Работать Или на Одной Частоте Или на Другой Там Образуется В этом Месте Яма Которая Соответствует Именно Вот Этому Бит Вот С такой Проблемой Я Столкнулся Да Правильно Гунтис Там Ситуация Такая Что Ты Попадаешь Так Оно И Есть Это Я С этим Тоже Столкнулся Там Смотри Надо Катчерс Развязать Очень Хорошо Как Делал Лакула Берется Там Берется Значит Ну Это Как бы Этап Который Которым Он Занимался То есть В принципе Я на него Тоже Нарвался Там Берется Значит Трансформатор Точнее Фу Трансформатор Что я Говорю Фильтр От Телевизора Там Две Катушки Такие Да Встречно Намотанные Эти Там Через Которых 220 Вольт Пропускается Да Ты берешь Через них Питаешь Этот Качер Вот И тогда Он Отвязывает Чуть Это все Хозяйство Но Как же Сделать Чтобы Вот Это Вот Скажем Стоячая Скалярная Волна Которая Образуется В качере Она Посередине Образуется И пол Катушки Отметает К чертовой Матери И поэтому У тебя Там Ерунда Получается Вторая Часть Катушки Становится Как тебе Сказать В перевернутом Виде Из-за того Что емкость Этого Самого Этой Антенны Вот как раз Я и говорил Уже Что Антенну Мотайте Чуть Больше Чтобы Емкость Сильно Не влияла Да То есть Там Нам Что Важно Облучение Сделать И засосать Энергию То есть Ионов Этих Электронов С воздуха А не Делать Емкостное Какое-то Вот эта Емкость Заразно Паразитная Это Это правда Почему Акула Ставил Вот этот Вот Феррит И Встречно Намотанные Катушки Которые Как раз Вот эту Хрень Убивали Да То есть Он Рассказывал Что он Там Фронт Там И все Такое Нет Он Убивает Вот эту Дрянь Которая Вылезает Это Очень Важно Вот Там Кстати Говоря Надо Будет Поиграться С витками Там У него Где-то По-моему Четыре Или пять Витков Намотано Там Может Быть Даже И шесть И семь Витков В каждой Стороне Намотано Это Надо Будет Ну Пробовать Да То есть Это Надо На жесткой На жесткой Проволоке Мотать Основе И Заниматься Заниматься Этим Это Геморройная Система До ужаса Но Если Знаете Что делать Сделайте Быстро Точно Вам Покажу Да Да Вот И То Что Гундес Сейчас Сказал Он Прав Да То есть Тесла Начинает Работать Наполовину То есть Съезжает У нее К черту Матери Туда Это Самое В середину И Вот У нее Скалярная Волна Посередине А Встальное Она Метает Развязывайте Качер И Дальше Через Резистор 100 Ом Проволочный Желательно Мощный Какой 5 Ват Вот Этот Вот Минусовой Вывод Эмиттер Транзистора Да То есть Используйте Там 2СЦ Если Нет У кого Тогда КТ-805 Конечно Годится Вот То есть Эмиттер Транзистора Заземляете Сразу На Ту Ж Землю Да То есть Систему Надо Заземлить Но Через Резистор Резистор Что Делает Он Как Б Делает Он Создает Потенциал Держит Транзистор Все То есть Как Б Есть Опора Но При Этом Не Забывайте Что У Теслы Второй Конец Нижний Это Ток Да Там Ток Расположен И Он Током Шурует На Базу Транзистора Да Просто Поскольку Напряжение Низкое То База Транзистора Выдерживает Ток Спокойно И Не Выбивает Плюс Там 90 градусов Отстает Все Нафиг Вот Поэтому Там Проблем Не Будет Вот Но Ваша Задача Ваша Задача То есть С этой Вот Я Тоже Сталкивался Гунт Исправ Это Вы Все Столкнетесь С Этой Вот Теперь я понял Как Ну В любом Случае То есть Сейчас Первый Этап Надо Мотаете Катушку И Мотаете Теслу И Настраиваете Все Это Вот В Такую Фигню Да То есть Чтобы 2 Мегагерца То есть Стояли Ну Я Вам Просто Делюсь Тем Что У Меня Получилось Да 2 Мегагерца У Потому Что У Меня 37 Метров Катушка Вот У Меня Она Там Работает Если Вы Намотаете 38 Метров Значит Чуть Пониже Будет Чистота Но Тоже Не В С 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 Я Этот Самый Ну Там Принципе Там Особо Не Важно На Что Да С 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 Ну, просто я почему не отклоняюсь сильно от стандарта, который там Коакула в свое время замудрил, да, то есть, потому что он показал рабочий аппарат, и дальше уже как бы от него и пляшем. Руслан, а вот по поводу вот этого слюнового конденсатора, там сейчас вроде как говорим без диода, используем вот по емкости его, то есть, у тебя там достаточно, наверное, большая стоит емкость? 0,47 микрофарада там стоит. А, всего, потому что... Да, это то, что 10 микрофарад, это на выходе, ребят, это там уже выпрямленный ток, там 10 микрофарад на выходе, то, что вы видели установку там на видео, там вообще 20 микрофарад, там выпрямленный ток. Там уже диодный мост стоит, и после диодного моста это там, сами понимаете, там насрать, что там поставишь, хоть 100 микрофарад. То есть конденсатор вот этот вот, об 28-витковой обмотке идет через гранат, то есть он там как на схеме ММС, что ли, я так понимаю, стоит? Да, 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 он это и РЭД рисовал, и все рисовали, да, то есть там это очень важно. Но опять же, конденсатор, он будет работать там, то есть его надо тоже заставить резонировать, понимаете, в чем дело? А чтобы заставить его резонировать, это следующий этап, который сейчас вот, я могу сказать, но вы не поймете, да, то есть надо будет между индуктором резонансным и этой катушкой влепить диод, мощный диод ВВ, высоковольтный, который будет как раз облучение вот это вот, да, то есть излучение, делать полуволну, но сейчас будет трудно это понять всем, это надо нарисовать, я это нарисую и вам скину, да, то есть вы будете все иметь эту информацию, все. Это знаете, что-то напоминает увеличение мощности для ТДКС, да не ТДКС, а схема, по-моему, то же самое ММСЕ использовал, там разряд мощнее становился. А, ну да, 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 правильно, разряд, потому что он, во-первых, полуволна, во-вторых, заряд происходит, совершенно верно, он правильно это делал, да, именно похожая система, только мы непосредственно это делаем уже с индуктора на этот, а не с катушки Теслы, мы же там диод не поставим, потому что там напряжение, будь здоров, и диоду конец настанет, сами понимаете. То есть будем диоды полить, это не надо никому, даже если их последовательно там кучу соединить, сгорят все равно, потому что эта энергия, она сумасшедшая, вот, то есть я просто сейчас сосредоточил внимание конкретно на акулиной, ну, в первую очередь, я признаюсь честно, я хочу акулу подразнить, я даже попросил ребят, которые, то есть у кого есть крепления, такие же выключатели, тому прислать мне, и тут мне уже сразу откликнулось 100 человек, я хотел прислать, может быть, все подготовил, и так далее. Здорово, ну, я как бы соберу это самое, естественно, я поделюсь, да, то есть и всем, кому надо что-то говорить, и давайте адрес будем, так сказать, перекидываться, потому что, если мало ли элементной базы какой-то нет, в Латвии у нас тут все это продается спокойно, вот, и я тут, как бы, ну, никаких проблем с этим не имею. Паять на советских транзисторах сейчас, это, как бы, ну, уже не модно, не то, что не модно, просто их уже больше не делают, а элементная база закончилась, да, то есть вы сами понимаете, что мы сейчас догребаем остатки пищи, которая, вот, ну, по складам валяется, да, вот, то есть сейчас, вот, как бы, лучше покупать эти импортные транзисторы, они довольно хорошие и надежные, то есть у меня пока не было проблем ни с чем таким, вот, то есть генератор такой построить, в общем-то, большой проблемы нет, акула, конечно, всех запутал, сильно запутал, у него очень хорошо это получается, он мне там тоже периодически пишет всякую ерунду, но это, ладно, это мелочи всю жизнь, вот, слушаю внимательно. Слушай, так я, знаешь, немножко задумался, я отвлекся там в середине разговора, подтверди мне, пожалуйста, я потом понял, вроде так, то бишь мы мотаем вифиляр, ну, вот эту гранату, цепляем на нее лампочку 25-ти ватт, настраиваем Теслу сверху с антенной, и чтобы у нас лампочка чуть-чуть засветилась, после этого только мы мотаем на нее обмотку, ну, на кашке. Нет, смотри, смотри, нет, там надо сейчас будет подцепить землю и подстроить уже под землю всю эту систему, да, то есть это порядок настройки. Нет, я не про это, тогда, когда ты сказал лампочку, хотя бы чуть-чуть, чтобы она светилась, вот в этом я немножко не ловил. 25 ватт, которая. 25 ватт, да, вот я рассказываю, значит, когда ты туда подключишь, когда в этой самой катушке возникнут пучности, лампочка начнет светиться, вот, да, то есть это самый важный момент. Не про то, я спрашиваю. Намотал я гранату, вон она у меня лежит. Так. Ты говоришь, надо узнать на ней частоту. У меня есть это, генератор высокочастотный. Я прям цепляюсь, сразу вижу ее резонанс. Все, я вижу. Нет, 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 забудьте про вот эти все резонансы с помощью генератора. Забудьте, это все фуфло, никогда вы там ничего не найдете. Это LC резонанс, это LC резонанс, вы увидите ее частоту LC резонанса, да. То есть это емкостная, там она будет звенеть на чем-то. Забудьте про это. Это все, это утопия. Это все этот резонанс ищут, это уже даже помощник КАПа еще тогда говорил. Перестаньте искать резонанс LC. Подожди, Руслан, тогда я не понял, смотри. Ну, допустим, намотал я ее. Да я даже не смотрю, и ее резонанс, я просто такой хрен не знаю. Я как дальше должен вести себя, то бишь я должен намотать индуктор на нее и качать, или как? Я вот это вот не уловил. Объясню, объясняю еще раз это самое, как раз то, что пропустили. Значит, этот, этот самый, значит, катушку мотаем сперва отмерив, как вот кто-то спрашивал, точнее кто-то процитировал КАПу, да, что он архитектор и все по сантиметру. Да, это мы запомнили. Вот, так вот, цитирую еще раз слова человека, да, не знаю, как зовут, я извиняюсь. Да, то есть берете, занимаетесь архитектурой, да, тоже берете провод, отмеряете, ну, в моем случае, то есть берете 40 метров провода, мотаете, куски, которые отрезали, тоже меряете и отнимаете, это очень важно. Вот вам уже катушка. Дальше, каррекулируете, сколько метров там, умножаете на 4, получаете частоту, делите на 4, длину волны получаете. Всю длину волну, потом четверть волны этой, должен работать у вас вот эта антенна, вот с этой антенны, которая будет над индуктором и над этой катушкой, вы должны получить частоту четверть волны этого бифиляра, да. То есть вот таким образом. Ни в коем случае никаких генераторов, никаких этих самых прозвонок частот на катушке, ничего, забудьте про это вообще. Это утопия, которой вы все возите. Получается, мы как бы должны Теслой зажечь эту лампочку для начала. Да, да, совершенно верно, именно Теслой. Вот, прицепляя землю, вы будете, конечно, она поползет вниз, значит, надо будет снизить частоту ниже сделать ее, соответственно, да, это нормально. Ну, поймите, но первоначальная настройка именно такая. Вот, вот откуда лапочка, и почему светилась-то, блин. То есть, сразу неправильно начали делать. Да, вот понял, почему спросил мужики. Не зря вот мы поговорили. Получается, мы сначала делаем биф, рассчитываем, какая у него, получается, длина волны, никакими не генераторами, ничем. Сверху мотаем четвертую часть от этой катушки. Нет, половина, 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 половина. Вот, Руслан, еще вот такой вопрос интересный. Нет, потому что сначала было четверть, а потом все-таки тогда становилось наполовине. Вот, почему? То есть, это лучше, что ли? Да, там получше немножко вся эта система, да, то есть, четверть волны, если индуктор мотать, там проблема, во-первых, мало. Во-вторых, жрет сразу это все хозяйство, будь здоров, там, да, то есть, в резонанс настраиваешь аж под 15 ампер, куда это вообще годится. То есть, там половина энергии, вы просто питаете саму систему, сама на себя. В тот момент, когда это все работает. То есть, это, ну, совершенно не нужно. То есть, дрянь получается полная. Вам это не надо. Вам надо, чтобы меньше сама система от себя жрала электричество. И как можно больше, так сказать, отдавала вам полезные нагрузки, а не собирала там на себя, саму себя, так сказать, любимую питает, а все остальное, ну, то есть, вы потери несете. Лишнюю лампочку зажечь всегда не мешает никому. Вот. Ну, и не только, это активная нагрузка, просто я про лампочки рассказываю вам. То есть, сама-то суть нашей, как говорится, цели, это получить бесплатное вообще электричество, как таковое, да, то есть, ну, а это же не так. Это и самое главное, в общем-то. То есть, вам надо получить эффект. Я вам рассказываю, как этот эффект получить, чтобы уже дальше вы плясали, включали голову и плясали уже от этого, да. То есть, у меня есть, конечно, я вам, я вам позже, после этой установки, как только соберете, я вам расскажу, как и Капа работает, да, и как у него эти 100 киловатт работают, и как работают его эти 50 герц. Я этим занимался, и уже и 50 герц у меня есть, она просто, надо ее до конца довести, я ее бросил сейчас, честно скажу. Сгорел инвертор, я Олегу отдал, чтобы он поковырялся, чтобы я время не терял, потому что у меня есть еще другие дела. Да, и Олег сделал его. А, вот Олег тут уже подслушивает. Вот, то есть, я просто никак не доберусь до него, и тут у нас немножко это самое. Короче, я пока эту систему забросил, да, у меня ее, можно сказать, нету, да, то есть, и потом. Слушай, Руслан, вопросик насчет качера, тебе про он, у качера толщина какая? Ну, я мотал шиной, мне мощность не понравилась. Да, я шиной мотал, как акула мотал, акула тоже шиной мотала, где-то достал. Руслан, у меня еще вопрос интересный. Алло. Рассказывайте, рассказывайте. Смотри, вот, допустим, мы намотали этот дефиляр, да, а ты говоришь, надо антенну сверху ложить. То есть, если у нас, допустим, 40 метров, то должна антенна это быть 20 метров, правильно? Стоп, стоп, стоп. Индуктор, индуктор, он имеет в виду. Это индуктор 20-метровый, да, то есть, антенна, которая сверху там, ну, смотрите, чтобы она была, скажем так, обхватывала этот индуктор, ну, там 5-6 витков толстого провода, 6 квадратов. А про какой тогда мы индуктор говорили, чтобы зажечь 25-ти ватт, я тут не понял. Ну, как это, я уже сам запутаться начинаю. Вот именно. Нет, я объясняю, нет, ну, народ, наверное, понял, вы не поняли. Я так понял, что вы чаще всего спрашиваете. Главное, если кто-то понял, почему? Сейчас, потом включу камеру и покажу, вот как зажигается эта лампочка. Прямо могу сейчас показать. Договорились. Ну, я не посмотрю, потому что у меня, я в телефоне. А, ну, я понял, да. Вот, я просто это самое, что я хочу сказать. Значит, антенна, антенна поверх вот этого индуктора, то, что у него. Вы немножко знаете, что у всех ли есть фотографии в отличном качестве кокулины? Или нет? Да, да, есть, есть. У всех есть, да? Там можно их приблизить и посмотреть все, да, то есть, можно пальцами просто показать, где что вообще находится, да. То есть, я установку представляю вообще, то есть, в идеале, то есть, вообще могу даже без фотографии вам все сказать, что там у него есть. И вот эта вот катушка, индуктор, который намотан, да, то есть, под антенной, вот там вот полтора, вот чтобы два пальца приблизительно влезали, да, надо где-то так вот, да. Ну, пальцы у всех разные, да, то есть, конечно, но близко не надо мотать. Вот эта вот катушка, вот эта сверху, вот эта антенна от качерной катушки, да, от качера, от Теслы, это и есть вот это вот место, которое надо настроить на частоту бифиляра, что он, в принципе, делал в первую очередь. Вот как только это вы настроите, все дальше остальное будет уже проще сделать. Вот лампочку зажечь, как Гунтес говорит, что... Гунтес, там лампочку чем-то зажег? Вот этой вот системой? Вот качером, значит, качером я подсоединяю землю, у меня, во-первых, на земляном проводе стоит индикатор светодиодом, во-первых, он загорается, и сама лампочка начинает, ну, пока я еще не подогнал до конца, но она начинает гореть. И я подключаю к концам бифиляра. Один конец бифиляра, значит, землю, а второй к концу я подсоединяю просто лампочки. И когда качер уже попадает в вот эту правильную частоту, лампочка начинает светиться. Вот на частоту катушки, понятно. Вот он правильно делает. Вот это начальная стадия, что нам всем надо сделать. 25 ватт. А то многие что делают? Облучать начинают эту бедную катушку, да, то есть еще в резонанс этот индуктор, там, накачку эту дают так, что все плавится, вся изолента. И вот сидят, мучаются, ничего не получается, все жрет, электричество жрет, лампочки горят, а с бифиляра, как этот какула там нарисовал, пытаясь получить с бифа светящиеся лампочки. Да, она будет гаять, это первоначальная настройка, но ни в коем случае не работа. С бифиляра с этого вы ничего не получите. То есть мощность киловатт не пойдет. Надо, чтобы через горшок прошло это все. Вот тогда все будет работать. И через кондер накопительный, потому что кондер в этот момент заряжается и резонирует на этой частоте. А вот то, что вот, кстати, вот кто-то из вас сейчас замечал, как диод стоит с одной катушки на другую, это РЭД даже показывает. Вот. Это, вот это самый главный момент. Обратите внимание, там катушки не связаны. Да? То есть их это самое, то есть, получать, точнее они связаны и диод стоит и увеличивает искру. Вот тут приблизительно та же самая система. Абсолютно та же. Вот вам надо просто это сделать. Надо продумать это. Что-то непонятное, я все нарисую, да, то есть, и я это самое, то есть, я сегодня поеду там, в себе я нарисую все это. Это, я так понимаю, Руслан. Нет, Руслан, сейчас очень хорошо все понятней стало намного теперь. Мы, потому что совсем другое направление. Нет, ну понятно, что вы все идете по ЛЦ-резонансу, ползаете там и это самое, то есть, тянете, приборов понакупили. Я тоже этой хуйни понабрал, я извиняюсь за выражение, да. Это самое, то есть, понабрал, все весь рынок скупил. Ну что дальше? Стоит у меня это все сейчас. Я это не использую, потому что господин Акула мозги парит, да. Вот Капанадзе вообще не парит никак мозги, вообще ничего не рассказывает. Из приборов нам нужен только тестер и осциллограф. Все. Осциллограф, да, ну, то есть, тестер, так сказать, и, ну, может быть, приборы какие-то типа вольтметр, амперметр, которые... На самом деле, интересная фраза прозвучала со стрелочным, и со стрелочным, по-моему, на мультиметре, чем частоту меряете в МГц? Частота, ну, частоту, вот, значит, я говорю, Олег мне посоветовал очень хороший прибор, он мне там показал, маленький такой, да, то есть, я сейчас не помню, Олег скажет, да, то есть, что его за модель такая. Мы у него будем иголки в ногти втекать, но нам надо. Что-то-нибудь записывай. Нет, мы не записываем, блин. На самом деле, нет, не записывали. А, не записываем. Да ладно, это повторить все 10 раз можно, то есть, вечером могу выйти еще раз на связь. Как приборчик, сейчас скажу, приборчик, это AX, EO, AXMS81. Напишите в чате, пожалуйста. Фунтерс, ты в чате напиши. Фунтерс, ты в чате напиши, просто народ поймает это, так сказать, приборчик такой. Ну, это так, чисто это, знаете, такая штучка, которая, ну, включил там эти герцы, килогерцы, да, то есть, поднес близко, и он точно показывает. То есть, Олег, я там с этим, со своим частотомером парился, пока тоже, как и все вы, наверное, искрил, искрил обкатушку дугой. В итоге, в итоге, частотомер попалил, короче, вход. И он мне сейчас туфту показывает, потому что тогда Олег приехал. Ты жёг, жёг входной конденсатор, мне тоже такое было. Ну, и хрен с ним там, это самое. То есть, я сейчас, как бы, этот частотомер, я его отдал там, это самое. Там у меня товарищ есть один, который говорит, что у него такой же, он знает, как починить, но я ему отдал. Вот, то есть, он у него реанимирует попозже. А, у меня есть, который мерит частоту. Да, ну, в принципе, видите, то есть, ситуация такая, если у кого в остилографе стоит частотомер одновременно, он показывает частоту там или по клеточкам там кто-то может посчитать. Я, например, пока по клеточкам это всё дело не научился считать сильно, честно признаюсь, да, поэтому для меня тёмный лес пока. Ну, Олег научит, приедет. Вот, то есть, у меня частотомер показывает на стилографе, довольно точно показывает. Я там уже, это самое, щуп подносишь и всё, он показывает, что выходит. И там просто не надо, то есть, не подключайте ни в коем случае к Тесле щуп только. Вот. Рядом положили, всё, видите, частоту и всё. Но главное, чтобы на антенне была частота бифа. Вот тогда всё дальше пройдёт. Гундис правильно сейчас делает всё. Вот. Раз лампочка загорается. Потому что, вот я говорю, что он намотан так, встречно, и получается, что у него где-то посередине что-то вылезает. И вот эта середина, это и есть то, что нужно нам поймать, эту волну. Вот. Эти пучности, которые потом мы будем заполнять. А, кстати, по поводу индуктора этого три витка и кондёр, да, то есть, вот этот вот, то, что там ставится, так называемая токовый трансформатор. Это просто, мы что делаем, мы ток по фазе с напряжением, это самое, с Теслы получаем и разгоняем, так называемый процесс, да. То есть, у меня тут был один эксперимент, где я тут индуктор, за индуктор взялся, он у меня оголённый был. И я Теслу пальцем искрил там, точнее не пальцем, но отвертку взял. Вот. И я за отвертку держался, и индуктор двигал, и от отвертки дуга шла. Ну, поскольку плотно держался, то пальцем нифига. Но, когда что-то произошло, меня дёрнуло током так сильно, как я вообще, то есть, это точно не 24 вольта, и не... И это просто, видно, ток совпал по фазе с напряжением. У меня аж в глазах всё потемнело, блин. У меня отвертка улетела далеко. Я после этого больше так не экспериментирую. Вот. Так что... А паранормальные никакие не проснулись к тебе, нет? Да нет, не проснулись. Паранормальные, видите, когда начинаешь много чего изучать, всякие атомы и всякую хрень эту, начинаешь понимать, что одно с другим связано. То есть, человек связан с природой, и природа с человеком, конечно же. Да, то есть, и всё электричество, которое мы получаем, тоже связано. Вот. Так что, ну... Руслан, тебе осталось теперь гонглировать с этими, как этот, Никола Тесла, с шаровыми мозгами. Ладно, шути. Это всё... Это всё... Ну, в принципе, если знать, что с чем, скажем так, что с чем и как, то почему? Почему бы нет? Нет, он же знал, то есть, что частота выше 700 килогерц, 700 герц, точнее, не опасна для здоровья. Человек прожил... Да, естественно. Человек прожил сколько лет, то есть, до 86 лет прожил, и всё в порядке с ним было. То есть, несмотря на то, что я думаю, что его и только убило, раз он учёный-экспериментатор был, и всё остальное, вы же понимаете. Так, ну чё, мужики, дойдём распродажу приборов. Нет, ну, скажем так, приборы пригонятся, пускай они будут. Просто я говорю, что вот я сейчас этим хламом всем не пользуюсь, по той причине, что... У тебя есть логарифмическая линейка. Нет, на самом деле так, молодец, молодец, Арсен, спасибо тебе большое. Вот, просто, ну, то есть, как бы, хочется донести эту, скажем, всю эту систему до людей, да, то есть, до умных людей имеется. Понятно. Выписал бы ты долго на клавишах. На самом деле, идея-то простая, людям дать это всё. Чё мне хочется, на самом деле, всех божьих. Ну, в том-то и дело, что, понимаете, сколько это можно, то есть, можно, скажем... Так, что лет потеряли. Агрономам, там, всем этим людям, сельскому хозяйству, ну, дать это, представьте себе, то есть, парники, теплицы, которые круглый год могут давать овощи, фрукты и всякую фигню, которая нужна, да, то есть, это даже не фигня, это просто, к слову. Просто, ну, когда это всё бесплатным электричеством, да, то есть, не газом, который сжигается, то есть, как и говорил Тесла, это варварство. Сжигать нефть, бензин там, да, то есть, вообще, то есть, сжигать нефть и газ, это варварство, правильно? И, то есть, его слова... Помните, кстати, вот, все эти самые телеканалы трубили о том, что, типа, Тесла... Я тут один телеканал посмотрел, какой-то ТВ-5, что-то там, какой-то приходил ученый с катушкой Тесла, собрал ее, и они там выключали свет, и искрила лампа там, точнее, искрила катушка, и лампы там светились там в руках. Да-да-да, была такая. Да, потом выключили, и, типа, ученый, точнее, академик какой-то говорит, типа, вот с помощью такой катушки Никола Тесла пытался, типа, передавать электроэнергию на расстояние. Знаете, что хотелось? Хотелось телевизор в окно выкинуть. Придурок. Придурок полный. Урод. Это ублюдок, который учит людей, или просто его действительно так запугали, или он сам не знает. Я убедился, кстати, что очень многие академики просто получили бумажку. Конечно, не знают. Да-да-да. Зачем бред такой нести? Какое электричество на расстоянии? Тесла же говорил, что достаточно будет поставить маленькую коробочку, воткнуть штырь и настроить в резонанс. Говорил он такое? Да-да-да. Что мы сейчас с вами делаем? То же самое. Просто в разных местах палка эта, которую мы воткнем в землю, она будет по-разному вести себя. Понятное дело, в этом случае надо будет подстроить просто систему в резонанс, где получить из атмосферы электричество настоящее. Правильно? Правильно. Вот. Эти ублюдки по телевизору везде кричат, что Никола Тесла с помощью своей башни пытался передавать энергию. Этого не было. Это его просто... Он просто зажег, насколько я помню, он зажег целый город, осветил, после чего была экстренно создана комиссия, и после этого перестали брать патенты. Нет, 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 там история из старой книги была немножко другая история. Он поставил резонансный трансформатор на подстанции, и одной электростанции с Ниагарского водопада он смог осветить весь город. Да-да-да. Миллионеры же тогда, на тот момент, они как бы только начинали, и, конечно, они, ну, демо, там, Моргану, когда сказал он, что не надо... Они тогда начинали, а сейчас ты помогаешь им закончить. В смысле? В принципе, помогаю, но не только я помогаю, я надеюсь, что это вы поможете и все остальные, потому что это надо, чтобы закончилось беспредел этот весь. Потому что все эти войны, вся эта хрень творящаяся вокруг, она только...